В наше время шутеров более чем достаточно. Порой даже складывается впечатление, что шутеры клепаются ежедневно. И большинство из них оказываются либо жалким подобием какого-либо успешного проекта, либо просто абсолютно бессмысленным киром с красивой графикой, в лучшем случае. В вашем внимании я хочу предложить топ 10 самых лучших веселых драйвовых и интересных шутеров. Так что усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. И начинает наш хит-парад игра под названием Contagion. Это отличный зомби-шутер. Игра полностью построена на доработанном и допиленном движке старого доброго Half-Life 2 и стоит отметить, что выглядит очень даже неплохо. Тут есть парочка крутых режимов. Режим кооперативного выживания и режим обходника. Вдобавку ко всему набор карт в игре весьма неплох. И более того, в режиме выживания при каждом вашем заходе даже на одну и ту же карту что-то в ней будет меняться. К примеру, ранее доступный проход будет заблокирован и вам придется искать обходные пути. Арсенал в игре также немал и каждый сможет найти себе ствол по вкусу. Ну и нельзя не упомянуть о зомби, которые реагируют на звук совершенно глупые, медленные, но их очень много. И именно это является главным фактором. Зомби реально опасны из-за своего количества. А все потому, что запас патронов у вас далеко не бесконечный. Ну и отдельно хотелось бы сказать, что режим охотника тоже вообще вещь. Ваша цель в условиях кишащего зомбарями района найти себе оружие и убить других игроков. При этом вы можете входить в дома и даже превращать их в крепости, заколачивая двери и окна. В общем, отличный зомби шутер от первого лица. Идем дальше. Девятое место и здесь у нас Payday 2. Еще один отличный шутер, но на этот раз в жанре симулятора ограблений. Но сразу хочу заметить, что эта игра по-настоящему крутая и интересная, когда играете в команде с друзьями. Команда в Payday 2 рассчитана на 4-х человек и каждый в команде занимает свое важное место. К примеру, один спец по тяжелому оружению, другой, например, спец по открытию сейфов. В нашем распоряжении огромный арсенал оружия, огромное количество заказов на ограбления, начиная от хилых магазинчиков, заканчивая круто охраняемыми банками. Причем в каждом заказе есть разные задачи, которых нужно достичь. Графон в игре очень даже приемлем, а физика, оружие проста, понятно и без всяких лишних наворотов, по типу просчитывания скорости и направления ветра. Так что стрелять по тучам прибывающих копов весело и удобно. Payday 2. Девятое место. Поехали дальше. Восьмое место. Вольфенштайн Зенюоды. Это игра, которую можно описать буквально одним словом. И это слово мясорубка, причем мясорубка с большой буквой М. Основное действие игры будет разворачиваться в 1960 году, когда наш главный герой внезапно придет в себя после 14-летней комы. Причем авторы сценария грубо послали на три буквы мировую историю, и наш герой Блазкович обнаруживает, что Вторая мировая война, проигранный весь мир, стонет под фашистским игом. На Америку были сброшены ядерные бомбы, а Москву просто выжгут. Ну и конечно же с этой новости начинается ярое противостояние главного героя и всего фашистского режима. Несмотря на полный сюжетный бред, играется Вольфенштайн довольно бодро. Оружие, хоть и абсолютно фантастическое, но ощущается очень даже неплохо. А вот рукопашный бой вообще достоин массы похвал. Он просто шикарен, ощущения и анимация действительно шикарны. Да и ко всему прочему, пачками выносить фашистов и их разнообразного рода роботов достаточно весело. Так что восьмое место по праву занимает Вольфенштайн The New Order. Седьмое место и тут у нас Биошок Инфинити. Наверное это один из самых необычных и реально крутых шутеров. А все потому, что в этой игре сочетается приятная графика, мозговыносящие сюжеты и, к прочему, отличный геймплей. Биошок постоянно держит игрока в напряжении, заставляя его сопереживать героям и желать получить ответы на множество возникающих во время игры вопросов. Сюжет в игре сложен и шикарен. Одни сцены в игре вызывают злость и ненависть к врагам, другие шокируют, а третьи заставляются чувствовать и сопереживать героям. И это реально круто, ведь далеко не каждая игра сегодня способна на такое. Касательно геймплея он достаточно разнообразен, так как помимо обычного огнестрельного оружия, ваш главный герой может использовать разного рода плазмиды, тем самым очень разнообразен в ведении боя. Все это тут не кажется лишним, а наоборот, дополняет общую картину. Приятно и то, что в игре есть что поисследовать. Локации продуманы и очень красивы. Уже просто гулять по ним одно удовольствие. А DLC Barrier LSE вообще выше всех похвал и заслуживает всевозможных Оскаров и наград. Так что седьмое место Pro-Shock Infinity вполне заслужено. Двигаем дальше. На шестом месте прочно обосновалась серия игр S.T.A.L.K.E.R. 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 это, пожалуй, одна из известнейших серий игр. Даже в Америке геймерам знакома украинская игра S.T.A.L.K.E.R. Игра, которая породила целую культуру, огромное количество любительских фильмов и целый ряд шедевральных книг по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Игра уже далеко не нова, в графическом плане она выглядит очень хорошо и даже может конкурировать с некоторыми современными играми. Отдельного слова заслуживает атмосфера в игре. Она буквально заставляет игрока поверить в происходящее на экране и полностью погрузиться в сюжет. Исследовать опасный мир зоны одно удовольствие. Чернобыльская зона разнообразна и населена множеством противников, начиная от обычных бандитов и заканчивая разнообразными монстрами и смертоносными аномалиями. Все это приносит некое разнообразие и дает игроку понять, что в зоне практически нет безопасного места. Серия игр S.T.A.L.K.E.R. действительно шикарна и по праву занимает шестое место в нашем хит-параде. Далее по счету пятое место и тут у нас Far Cry 3. Отличный шутер, сочетающий в себе красивейшую картинку и прикольный, хоть и не идеальный сюжет. Но как бы там ни было, главная особенность Far Cry это то, что действия игры происходят в открытом мире. Никто вас не будет гнать в шею. У вас нет необходимости сломя голову лететь по сюжету. Вы можете ходить по острову, исследовать этот мир, защищать базы противника, охотиться на диких животных, крафтить себе снаряжение. И все это сделано очень качественно. Ubisoft лишний раз доказала, что умеют делать хорошие игры. Ко всему прочему, очень неплохие приемы рукопашного боя. Анимация в игре выглядит просто замечательно. Сюда же хочется добавить и стеллс. Он тут есть, выглядит красиво, но порой, к сожалению, коряво работают. Общую картину иногда портят боты, которые то вплотную вас не видят, то вешают хедшот из 200 метров, а то и вообще идут прямо на съедение диких животных. Но это все мелочи, на этом можно закрыть глаза. Вдобавок ко всему этому, тут есть хороший, стабильный мультиплеер и кооператив. Так что можно с удовольствием погонять с друзьями по тропическому острову, отстреливая разномастных пиратов. В общем, играть в открытом мире весело и круто. Так что по праву, пятое место. Пошли дальше. На четвертом месте Titanfall. Наверное, это самый драйвовый и экшовый шутер от первого лица. Плюс ко всему этому, не забывайте, что это мультиплеерный шутер, что делает игру в разы круче. Такого количества замесов, взрывов и боевых роботов, активно топчущих пехоту и вражеских ботов, я, пожалуй, не встречал еще ни в одной игре. В Titanfall постоянно что-то происходит. Играть весело и нет ни секунды на отдых. Бои проходят 6 на 6, плюс дроны, управляемые компьютером. И это круто, особенно для начинающих игроков. Ведь хоть кого-то, но все-таки вы сможете подстрелить за раму. Ну а если опустить все вышесказанное, то остается лишь одно и, пожалуй, самое главное. Это громадные титаны. Это боевые роботы, которыми вы можете управлять, лично находясь внутри, а можете сделать этого робота вашим телохранителем, выйдя из него. Тактика боя в роботе и в ней его кардинально отличается. И это дает некоторое разнообразие игровому процессу. Также хочется отметить, что тут грамотно поставлены респауны. Вы не будете ловить лбом пулю через пару секунд после респауна. За что низкий поклон разработчикам. В общем, кто бы что ни говорил, Titanfall шикарнейшая игра. Четвертое место нашего хит-парада. Идем дальше. Ну а тройку финалистов начинает Call of Duty. Причем не какая-то конкретная часть, а вся ветка Call of Duty. А все потому, что так или иначе, но хороши были практически все части. Один из плюсов это достаточно сильная сюжетная часть. Проходя сингл, вы буквально ощущаете себя главным героем крутого американского боевика. И даже некоторые косяки сюжета не мешают вам и не бросаются в глаза. Да и после прохождения кампании, впечатление от игры в целом остается положительным. Постоянные экшены, отличная поставленная сцена и запоминающиеся герои. Все это плюс. И все это есть почти во всех играх серии. Немного хуже, дело обстоит с мультиплеером. И хотя в целом он конечно хорош, но до наивысшей оценки к сожалению не дотягивает. Есть некоторый дисбаланс оружия в не хардкорных боях. Куда лучше стволы ощущаются в хардкорных режимах. Еще один минус мультиплеера, это очень рандомный респаун. Бесит то, что отреспаунившись можно сразу же получить пулю. А иногда вас и вообще может отреспаунить рядом с вражеским игроком. Сами понимаете, приятного мало. Ну а в целом больше минусов не выявлено. Так что третье место Call of Duty. Второе место и тут у нас Arma 3. Если ты не играл в арму, то ты не играл в настоящий шутер. По большей степени Arma это военный симулятор. С реалистичной баллистикой и физикой, с тактикой и просто невообразимым арсеналом техники и оружия. Техника тут самая разная. Тут вам и БТР, и разные танки, машины, беспилотники, истребители, вертолеты, грузовики, корабли и много чего другого. Виды оружия даже не стану перечислять их слишком много. Напомню, что Arma это симулятор, поэтому она достаточно хардкорна. Бои тут сложны и реалистичны. Именно поэтому Arma занимает второе, а не первое место. Для обычного игрока Arma будет слишком сложна. Многие прозвали игру симулятором бега, так как действительно бегать в ней придется много и на большие дистанции. Однако серьезные взрослые игроки смогут оценить Arma по достоинству. Действовать в команде, выполнять спецзадания одно удовольствие. А имеющийся редактор позволит вашей фантазии создать собственную войну и поучаствовать в ней самому, либо с друзьями. Приятно, что весь Steam мастерской можно скачать массу крутых миссий, рассчитанных на прохождение с друзьями. Поверьте, в таких операциях вы еще нигде не участвовали. Это на самом деле круто. Ну и наконец-то первое место. И наверное уже все догадались, что оно достается серии игр Battlefield. Просто офигенная анимация. Отличная физика оружия и просто шикарная графика. Во всех последних Battlefield все это и выходит по клубу на первое место. Battlefield очень динамичен, а мультиплеер, пожалуй, и вообще самый эпигенный. Он прост и понятен. Чтобы попасть в противника, вам не придется высчитывать дистанцию, скорость и направление вверх. И это круто. А система Levelution, присутствующая в четвертой батле и в хардлайне, тоже привносит немалое тактическое разнообразие введения боя. Нет, правда, играть реально весело и интересно. Карты продуманы, есть масса тактических возможностей. Можно танковать, можно кемперить, а можно все. Можно сесть на танки и добить все гусеницы. Также плюсом игры являются кооперативные миссии. Они интересны и единственный их минус, это то, что их, к сожалению, реально мало. Что же касается других минусов игры, то, пожалуй, минус это сюжетная кампания. Персонажи в сюжетной кампании иногда реально действуют на нервы. И хоть в кампании происходят очень крутые заварухи, это ее не спасает. Но это не страшно. Батлу стоит купить реально ради классного мультиплеера и массы позитивных эмоций, которые вы получите, играя в него. Так что первое место. Баттл Филд.